Здравствуйте! Вы смотрите новости в начале выпуска. Коротко о главных темах. Голосование завершено. Аэропорт Нового Уренгоя будет носить имя советского геолого-разведчика Ивана Губкина. Без него не допустят к экзаменам. Выпускники написали итоговое сочинение. Они помогают другим по доброй воле. Волонтеры отмечают Международный день добровольца. Выплаты по больничным и детские пособия в следующем году увеличат. Теперь взносы на эти выплаты будут брать с больших годовых зарплат, чем в этом году. В текущем году больничные и детские пособия рассчитываются от суммы заработка в 815 тысяч. В следующем году эта сумма вырастет на 50 тысяч и составит 865 тысяч рублей. Новая сумма будет использоваться при расчете пособий уже в 2020 году. Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет на 1600 и составит 26 152 рубля. Пособие по беременности и родам увеличится на 4000 и составит почти 65 с половиной тысяч рублей. Сегодня во всем мире отмечают День добровольцев. Благодаря тех, кто безвозмездно трудится и помогает людям. В Муравленко действует более 10 волонтерских движений. О них расскажет Татьяна Коломец. День добровольца волонтеры отмечают, как и привыкли, в работе, помогая другим. Вот и сегодня участники муравленковского отряда «Лиза-Алерт» встречаются с учениками многопрофильного лицея, чтобы рассказать о своей деятельности и привлечь желающих к поискам. В ходе встречи посетили и музейную комнату пожарно-спасательного гарнизона. Четыре вещи, которые спасут вам жизнь. Это компас, свисток, вода и шоколадка. Этот набор можно в магазине приобрести в общей сложности рублей за 100. Еще несколько лет назад работа волонтера была практически незаметной. Но год добровольцев, объявленный президентом страны, превзошел все ожидания. Добровольчество сейчас настоящий тренд. Сосчитать точное количество волонтеров в Муравленко, наверное, невозможно. Одно можно сказать точно. Жители нашего города славятся своими добрыми делами. Не первый раз, конечно, я помогаю. Чищу снег ради такого благого дела, чтобы кормить птичек, братьев наших меньших. Яркие впечатления, яркие. Рад помочь всегда. Они помогают пожилым людям, ищут пропавших без вести, спасают бездомных животных и делают все возможное для защиты природы. Эти ребята творят добрые дела без личной выгоды. На добрые поступки не влияет ни возраст, ни социальное положение. Я хочу, чтобы каждый попробовал немного себя в этой роли, потому что надо относиться к жизни позитивно, нужно относиться к людям хорошо. И для меня быть волонтером – это быть честным и добрым человеком. В Муравленко направлений волонтерской деятельности предостаточно. Каждый может выбрать что-то по душе. Например, проект «Будущее Арктики» реализуется уже второй год подряд, а муравленковский отряд «Лиза Алерт» отметил свой первый день рождения. Организация «Верное сердце» подарила дом не одному десятку животных. Самые юные добровольцы занимаются в Центре социообслуживания и Центре детского творчества. Эльзита Сучинова по праву называется «серебряным волонтером». Сегодня в Международный день добровольцев в российский кинопрокат выходит документальный фильм «И я волонтер. Истории неравнодушных». Это история о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. И его покажут на более чем двух с половиной тысяч площадках по всей стране. Татьяна Коломеец, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Добровольцы Ямала стали победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Награда вручена ямальской делегации в Москве на форуме добровольцев. В нем участвуют почти 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира. В составе ямальской делегации 30 человек, в том числе и муравленковцы. Это, конечно, очень масштабное мероприятие. Очень приятно видеть здесь не то что разновозрастной, это разнонациональный подход даже. Очень много с различных стран людей приятно их видеть. В преддверии праздничных распродаж Роспотребнадзор напоминает, что товары можно вернуть. Причем любая вещь, купленная по акции, подлежит обмену и возврату. Так же, как и приобретенная без скидки. У покупателя есть 14 дней, чтобы вернуть покупку в магазин. Если обнаружен недостаток в приобретенной вещи или же она не подходит по размеру, то по закону о защите прав потребителей продавец обязан поменять товар на такой же или другой с перерасчетом цены. Кроме того, покупатель может вернуть деньги. Аэропорт Нового Уренгоя будет носить имя советского геолого-разведчика Ивана Губкина. В рамках всероссийского проекта жители страны выбрали имена 47 аэропорта. Воздушная гавань Сургута будет носить имя геолога Фармана Салманова. Аэропорт Тюмени назовут именем российского ученого Дмитрия Менделеева. Стартовала новая волна государственной итоговой аттестации. Сегодня 11-классники написали итоговое сочинение. Это первое испытание, которое является допуском к ЕГЭ. Тему сочинения участники узнали за 15 минут до начала экзамена. На него было выделено почти 4 часа. Вопускникам предложили поразмышлять на темы «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Мести и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Результаты будут известны не позднее 19 декабря. Тому, кто получит незачет, разрешат переписать сочинение. Вопускников прошлых лет в этом учебном году у нас нет. В пункт проведения итогового сочинения явились 167 учащихся. Пять учащихся не явились по уважительной причине. Если учащийся по итоговому сочинению получает незачет, то у него есть возможность пересдать итоговое сочинение в дополнительный этап 6 февраля, либо 8 мая. Следующая важная точка в выпускной кампании – 1 февраля. До этого дня школьники должны определиться с экзаменами по выбору. В конце года нас ждет шестидневная рабочая неделя, а потом 10 дней новогодних каникул. Об этом напомнил Роструд. Выходной день с субботы, 29 декабря, постановлением правительства перенесен на понедельник, 31 декабря. Таким образом, мы будем отдыхать 10 дней подряд. На работу после каникул выйдем в среду, 9 января. Муравленковцы преклонного возраста и люди особой заботы провели очередную встречу в рамках реализации творческого проекта «Фиолетовый лес». Эту встречу в Центре соцобслуживания уже приурочили к наступающему Новому году. Поэтому в теплой и дружеской атмосфере каждый поделился с друзьями своими пожеланиями. А после все вместе поучаствовали в творческом квесте и нарядили фетровую елку, на которую повесили игрушки, сделанные своими руками. Для наших получателей социальных услуг на самом деле это очень важно. Это такая небольшая вторая семья для них, где они могут раскрыться, пообщаться, обсудить свои какие-то проблемы. Напомню, тактильно-мобильное панно из фетра под названием «Фиолетовый лес» удалось приобрести благодаря победе в грантовом конкурсе программы «Родные города» компании «Газпромнефть». Его реализация в Центре соцобслуживания проходила в течение всего года. А в Центре детского творчества подвели итоги реализации в текущем году нового проекта «Детская Энимал Медиа Студии». Его заключительным мероприятием стал конкурс фотографий и видеороликов. На подведение итогов побывала Ольга Черная. В детской медиа-студии было многолюдно. Эко-воскресенье стало одним из заключительных мероприятий проекта. Здесь подвели итоги конкурса детских фото и видеоработа животных. Именно в моем классе очень много детей приходит на экологическую радугу, участвуют, ухаживают за животными, помогают здесь проводить мероприятия для других детей. Я считаю, что это очень важно, потому что животные – это добро. И добро, которое потом распространяется и для других людей. За время наблюдений за животными дети сделали около ста фотографий и более 20 видеороликов. Лучшие из них смотрели все вместе. Проект по созданию мини-зоопарка в детской студии «Сами с усами» стал победителем грантового конкурса. Городообразующего предприятия в рамках программы социоинвестиций «Родные города». И в течение года волонтеры студии провели множество разных мероприятий. Большое мероприятие прошло у нас в октябре. Первая такая благотворительная акция. Пробная была. Мы посмотрели, что жители Муравленко очень отзывчивые на такие предложения. Пришли с удовольствием, помогают и животным, сохраняют природу, за что им, конечно, большое спасибо. Заслуженные награды получили авторы лучших роликов. А за неравнодушное отношение и помощь с животным поблагодарили самых активных участников благотворительных мероприятий. Ребят начальных классов 2-й и 4-й школ. Я думаю, что это очень полезно, потому что мы живем на крайнем севере. У нас здесь нет таких возможностей увидеть животных на улице, как говорится. И когда мы их здесь видим, дети общаются, становятся добрее. Побыть рядом по животным. Мне нравится больше всего кормить попугая. Лично у меня на руках он спокойный. Когда кому-то отдаешь, он начинает волноваться, прыгать. Не может спокойно сидеть. Гости студии, как обычно, пришли не с пустыми руками. Они принесли корма для животных, товары для ухода за ними. Сюда же несут пластиковые крышечки и батарейки, средства от сдачи которых пойдут на поддержание условий для питомцев мини-зоопарка и приюта для бездомных животных. Хотели, чтобы более старшие ребята пришли заниматься. Но пока у нас начальные классы, пятиклассники. Пробуем свои силы. Нам, конечно, недостаточно этого оборудования, которое мы получили. Поэтому, я думаю, в дальнейших планах мы будем расширяться и приобретать еще, что нам не достает. Получить новые знания автор проекта «Надежда Потихина» планирует на обучающих курсах ежегодного форума социнвестиций «Родные города», который 7 и 8 декабря компания «Газпромнефть» проведет в Санкт-Петербурге. Ольга Черная, Владислав Дроботов, новости Муравленко. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok